22 декабря стартовали традиционные новогодние представления для детей-преподавателей и сотрудников Казанского федерального университета. Ежегодные мероприятия проходят на базе Института психологии и образования Казанского университета, и этот год не стал исключением. На мой взгляд, это очень важно для того, чтобы формировать семейные ценности у детей, на особый взгляд, особое отношение к жизни, к миру, любовь, взаимопонимание, дружба. Именно такие понятия мы поднимаем, так скажем, в своей программе новогодней. В этом году темой новогодней елки стали приключения госпожи Хвоинки, которая обиделась на всех, ведь ее не позвали на праздник. Хвоинка ворует игрушки и пытается сорвать Новый год. Снегурочка вместе с ребятами и елочными игрушками ищут воровку, а после наряжают госпожу Хвоинку, ведь Новый год праздник доброты и дружбы. Прошедшая елка была замечательная. Огромное количество студентов, волонтеров нашего института вовлечены в процесс организации новогоднего праздника, поэтому ни один ребенок не останется без внимания, и он не остался без внимания. Мы с вами видели по первому мероприятию, которое сегодня прошло, поэтому, собственно говоря, торжество на высочайшем уровне. Отметим, что актерами новогодних представлений стали студенты Казанского университета, которые решили принять участие в создании новогоднего чуда для детей. Я на самом деле в елке участвую уже в третий год подряд, и мне очень нравится, меня очень заряжает детская энергетика, очень люблю выступать на сцене. И вообще тяжело ли это? Я скажу, что нет. Это, наоборот, добавляет новогоднего настроения, появляется, не знаю, желание творить, и сессия, конечно, идет тоже сейчас, но в целом это не тяжело, это, наоборот, мне только в радость, мне очень нравится. Новогодние представления в стенах Казанского университета также пройдут 23 декабря. Посетить их смогут дети сотрудников Казанского федерального университета. Аделина Абдрахманова, Фаризихи Тоглы, Универ Ньюз.